Финальный день голосования по поправкам Конституции на участке номер 1679 не отличался от предшествующих шести. Столпотворений и очередей не было. Избиратели приходили с разницей примерно в 5-7 минут. До входа их досматривали с помощью металлоискателей и проводили санитарную обработку всех посетителей, в том числе и детей. Мы обязательно измеряем температуру, обрабатываем руки, предлагаем готовые комплекты, в которых находится маска, перчатки. После этого избиратель проходит в помещение для голосования. Ему бесконтактно выдается бюллетень, одноразовая ручка. После этого человек может спокойно проголосовать, ручку забирает с собой и покидает помещение через второй выход. С 25 по 30 июня в среднем на участок в ДК «Авангард» приходило по 200 человек ежедневно. По словам Алексея Селиванова, такой растянутый во времени формат голосования позволил соблюсти все меры безопасности. После каждого посещения специальным средством обрабатывались поверхности, к которым прикасался человек. Особое внимание уделили исключению двойного голосования. Те люди, которые подавали заявление на дистанционное голосование, они у нас из книжек вычеркнуты. То есть у нас они проголосовать просто так не могут. Для того, чтобы проголосовать у нас, они обращаются к нам с соответствующим заявлением. Мы подтверждаем эти данные через территориальную избирательную комиссию. Если они нам подтверждают, что человек еще не проголосовал, в этом случае делается соответствующее решение комиссии и человек выдается бюллетень. На избирательном участке оформлен стенд с правовыми документами. Есть там и действующая конституция. На отдельном плакате расписаны предлагаемые изменения. Так что избиратели перед тем, как поставить отметку в бланке, могли еще раз ознакомиться с поправками. Был мужчина, пришел с утра, он сказал, что получит бюллетень, но пока не прочитает еще раз, за что он голосует, так как опасается, вдруг еще что-то было внесено, он не отдаст свой голос. Ольга Рыжих не первый раз принимает участие в выборах в качестве наблюдателя. Но это голосование особенное. Очень много было выездов на дом к пенсионерам и тем, кто по состоянию здоровья не может прийти на участок. Она отметила, что нарушений во время голосования зафиксировано не было. Мы видим, как получает человек бюллетень, как он идет в кабинку голосовать, как он там голосует, конечно, тайное голосование. Затем он опускает в урну и на выходе мы также его видим. Также саровчане принимали участие в голосовании по выбору территории, которую в 2021 году благоустроят по программе формирования комфортной городской среды. Те, кто еще не принял решение по этому вопросу, могут это сделать через интернет до 6 июля. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24.